Девушки отдыхают Он ничего не требовал Он все доказал на поле, что он великий Когда он попал в повседневную жизнь, мне кажется, он растерялся Численко это был знак Динамо Игорь Численко Один из самых результативных футболистов советской сборной Лучший бомбардир Динамо На его счету 53 матча и 20 голов Два из них вошли в 120 великих голов за всю историю чемпионатов мира Единственный советский футболист, отправивший в ворота действующих чемпионов мира два мяча в одном матче Казалось бы, блестящий футболист с блестящими перспективами Но история его жизни насколько яркая, настолько и драгичная Июль 1966 года Англия Будисон парк в Ливерпуле Разгар чемпионата мира по футболу Полуфинал Сборная СССР Выступает против сборной ФРГ Первый тайм подходит к концу Шнеллингер бьет по ногам русскую ракету Как назвала Игоря Численко газета News of World Он делает это незаметно для судей Немцы специально его выводили из себя Потому что они узнали, что он очень опасный Шнеллингер его все время встречал на центре поля И все время жестко Бил его по ногам и прочее Я видел, что Игорь уже завез Он такой нервный, вспыльчивый Подбегает к нему Я говорю, я кричу ему Игорек, не надо И он замах делает ногой А тот, черт Взял и подпрыгнул Как будто он его ударил А Игорь до него не дотронулся А судья Ту-ту Он даже его не ударил Снеллингер Понимаете, он видел, что тут его бьет якобы И свистнул и удалил его с поля Численко садится на скамейку запасных И команда остается без правого нападающего Это было настолько несправедливо, что негодовали все И спортсмены, и болельщики Но решение судьи не оспорили Хотя однажды Численко забил гол, который сам попросил не засчитывать За кристальную честность и абсолютную самоотдачу на поле Болельщики его особенно ценили Число давай, число давай Вот все орали А что думать, что там дать можно? Оказывается, это просто надо гол забить И фамилия Численко, число Его так и звали, число А он говорил, число не надо, число я сам поставлю И в девяточку как-то даст Число давай, давай Его подгоняли все время А он сжалил действительно остро Очень остро Численко был правой крайней нападающей И это его, наверное, был главный козырь Болельщики носили своего кумира на руках Он покорял их не только своей блестящей игрой Но и по-мальчишески смущенной улыбкой И безмерным обаянием, которое он излучал Игорь был для них не призрачной суперзвездой А своим парнем, таким же работягой К нему порой так и обращались Число Хотя на самом деле Игорь Численко Родился в благополучной московской интеллигентной семье Отец видный экономист Мать преподаватель немецкого языка С немецкими аристократическими корнями Его прадед-миллионер по фамилии Вирт Владел текстильной фабрикой в Лотарингии Игорь Сергеев говорит Слушай, Коршин, ты со мной дружи Потому что у меня один предок есть Говорят, миллиардер Говорят, мне сказали миллиардер А я здесь вот во дворе там На этой Кировской Что мне там делать? Уеду к нему и все И все хохотал Старший брат стал известным ученым-биологом Изобретателем и кандидатом наук А про себя Игорь говорил, что в семье не без урода Пока взрослые были заняты на работе Он гонял часами во дворе в футбол или в хоккей Он вообще-то был такой, я бы сказал, не совсем послушный ребенок Отец хотел, чтобы он вообще музыкой занимался На фортепиано играл Это я помню Он говорит, Коршин, хочешь я тебя сыграю? Меня научили Чижика играть В итоге Игорь пошел в клуб «Торпедо» заниматься хоккеем с мячом Оказалось, что Численко обладает уникальными данными Скорость, быстрота движений и абсолютная координация В 12 лет он уже получил первый кубок Москвы среди мальчиков Тогда семья смирилась с выбором младшего сына Лучше спорт, чем дворовые разборки О невысоком метр с кепкой Численко заговорили в спортивных кругах Отчаянный забияка бежит, как электричка, расталкивая соперников на ходу Тогда тренер «Торпедо» Василий Проворнов порекомендовал Игоря в «Динамо» Лидера среди спортивных команд того времени Он Василию Трофимову порекомендовал в хоккейную команду Говорит, вот возьми паренька, сразу рядом с собой поставил Трофимов играл левого полусреднего, он его поставил левым крайним Сразу рядом с собой, стал его учить и натаскал его Буквально за полгода он стал звездой в русском хоккее За пять сезонов, что Численко отыграл в хоккее с мячом Он стал чемпионом СССР Кто знает, каких еще высот достиг бы спортсмен в этом нашем национальном виде спорта Но он выбрал футбол И теперь уже сам знаменитый футболист и тренер Василий Трофимов Вмешался в судьбу юного спортсмена Увидев Игоря на зеленом поле во время летних сборов Бывший правой крайней легендарного «Динамо» сороковых годов Порекомендовал своего подопечного Михаилу Иосифовичу Якушину Он тогда возглавлял футбольное «Динамо» Якушин, ты решай вопрос Кем ты будешь? Хоккей играть или футбол? Потому что, когда они начинали играть в марте месяце В марте месяце команда уезжала на юг Тренироваться Игорь, если хочешь в меня играть, то давай Заканчивай с хоккеем И вот Игорь закончил В «Динамовском» дубле к новому крайнему правому, быстрому, техничному и до нельзя злому Сразу прилепилось еще одно прозвище – ОСА Он жалил, он силовую шел, он локтями там толкался с ним Неприятно было в силовом единоборстве Игорь не хотел играть в крайнем нападающем Он хотел в инсайде Почему? Потому что больше места, открывания и прочее, и прочее Он хотел быть все время с мячом, и было интересно Нападающие – это более звездная позиция, чем все остальные на поле Потому что они забивают голы, они могут себе позволить где-то играть не настолько надежно, а насколько красиво То, как он проходил по краю, выходил в центр и бил Братарий знал, что он сейчас ударит, защитник знал, что он так сыграет Это был подающийся дремлер За два сезона Численко стал игроком основы И в 1959 году помог бело-голубым завоевать золотые медали В том чемпионате страны Игорь отыграл 20 матчей из 22-х, трижды поразив ворота соперника Владимир Пономарев – защитник ЦСКА, которому не раз приходилось выступать в качестве противника Численко До сих пор отчетливо помнит его манеру игры Осенью того же года Численко дебютировал в сборной, сыграв в товарищеском матче против Китая в Пехине Великолепная координация, ловкий дриблинг и отчаянная смелость при относительно небольшом росте покорили болельщиков Встречали его, провожали, просто встречали автобус, ждали, когда Игорь выйдет из автобуса, кричали, ой, это было фейерверк Праздник для болельщиков был, когда Игорь увидел, что Игорь играет, это все для динамовских болельщиков Многие ходили на футбол только ради Численко, ради его игры, он был настоящей звездой Футбол – это театр, болельщики ходят для того, чтобы видеть театр и игру, вот Численко – это тот театр Даже мальчишки во дворах старались подражать Численко Одним из таких поклонников футболиста был и будущий тогда спортивный комментатор Виктор Гусев У меня была футболка белая, обычная майка, мама нашила семерку, я был Игорем Численко Были семейные трусы, такие длинные, синие, потому что спортивных трусов не было И мама на них нашила снизу такие белые рейчки, вот такие динамские Я бегал и воображал себя Игорем таким же быстрым, техничным, с хорошим ударом, непредсказуемым Болельщики поджидали Численко после каждого матча, просили автографы Но чаще предлагали пропустить по стаканчику – за спорт, за динамо, за победу Все болельщики хотели быть с ним рядом, и алкоголь, возможно, это был какой-то инструмент, чтобы к нему подойти, с ним пообщаться И я думаю, что он не мог никому отказать, в силу того, что он был очень открытый, наверное, общительный человек Два дня не появляется, я говорю, Анин, ты где был? Он где был? Такие душевные люди попались, такие хорошие Ну и мы три дня с ними, или два дня с ними гуляли, выпивали Ну такие душевные люди Я все время говорю, Игорь, плохо закончишь, ты очень плохо закончишь Бросай ты это дело, все это спиртное, это плохо будет Численко ничто не останавливало, даже уговоры тренеров и друзей Он считал, кто не пьет, тот не играет И, как ни странно, травмы обходили Игоря стороной, а его игра набирала силу с каждым матчем Когда Численко переставал быть самим собой, вот этим озорным гулякой, он начинал хуже играть Вы понимаете, какая взаимосвязь, наоборот Казалось бы, да, все бросил, только спорт, и ты великолепно выглядишь Тут был наоборот, видимо, это вот черта характера В 1960 году сборная СССР выиграла первый чемпионат Европы А Численко был включен в список 33 лучших футболистов страны на позиции правого полусреднего нападающего Для 21-летнего футболиста это стало настоящим достижением и признанием его огромного таланта Он стал играть еще злее, еще быстрее, еще более непредсказуемо Он еще очень был крепкий, кость крепкая была Травм он почти не получал Хотя все время лез, все время лез в стыки, в обыгрыш И горели глаза, вот что еще, у него все время горели глаза Про Численко говорили, не злите осу, играйте корректно Потому что он не просто даст сдачи, он и накажет гола У него был свой финт, который, все его знали, никто не мог его блокировать Он уходил с правой стороны в середину, левой ногой бил в ближний угол Он двуногий был и так далее Ему что справа, что слева, все равно Поэтому в этом плане он универсальный был игрок Но кроме спортивного азарта, ловкости, скорости и координации У Численко была еще одна особенность, присущая только ему У него очень маленький размер ноги был, 37-й размер И когда он бил по мячу, то мяч летел так, что он постоянно менял траекторию Его поймать было невозможно Вот это заключалось его, наверное, главное оружие В Чили на финальный турнир чемпионата мира 62-го года Численко поехал дублером славы Митривели Но основной игрок получил травму И Игорь вышел на поле со скамейки запасных Он забил гол Колумбии Который представители FIFA включили в число 120 лучших голов За всю историю чемпионатов мира Следующая игра была с Уругваем На 79-й минуте матча при счете 1-1 Численко издалека сильно бьет поворотом Гол! Уругвайцы оспаривают попадание, утверждая, что мяч влетел у штанги через дырку в сетке Численко подтверждает это Гол не засчитан По иронии судьбы, через 4 года его игру вновь будут оспаривать арбитры Но с другим исходом А матч с Уругваем сборная СССР все-таки выиграла Забив решающий гол на последней минуте матча Но до призового места в этом чемпионате мира не добралась В одной четвертой финала советские футболисты уступили хозяевам турнира 1-2 Единственный мяч у нас забил Численко В Чили там тренировал такой футболист Диди Он играл вместе с Пиле И нам подарили карточку такую Но не ресторан, но, как бы сказать, поаккуратнее У нас таких-то заведений еще не было А там тоже и были эти заведения С девушками-то Вот, и мы эту карточку предъявляем Все бесплатно Предъявляешь эту карточку Заходи, бери, выпивай, что хочешь, делай, пожалуйста Вот так устраивали Спортсменов не останавливали ни строгий режим, ни тотальный контроль Они всегда находили способ устроить себе выходной Сыграли со сборной в Швейцарии Ну, после этого обед И Воронин ходит по столам и говорит Кто будет первым? Кто будет первым? Подходит, ты будешь первым? Я говорю, что первые-то? Туда водки нальют Тренинг, ты смотришь, он приказал, чтобы ни одной бутылки на столе не было И он с хлебом, ложкой В общем, он не поймет, в чем дело Полкоманды в Демину, ну, как ложкой, водкой и с хлебом Это же ужас Вот такие чудеса у нас были Тогда же Численко женился на манекенщице Ольге Чернышовой Встретились они на одной из посиделок Игорь сразу отметил красавицу Ольгу А ей нравились ухаживания футбольной звезды Он-то ездил по капстранам И в Италии бывал, и во Франции И привозил ей оттуда такие вещи, которых она не видела А на манекенщице она понимала в этом толк Я очень хорошо помню этих ребят, которые так красиво одевались В то время ездили за границу, привозили нам пластинки Мы потом устраивали во дворе такие молодежные танцульки Знаете, когда выставлялся радиола на окне И это все звучало, и собиралась молодежь Молодым было негде жить Несмотря на спортивные заслуги У Численко не было даже собственного угла Друзья подсказали ему объявить бойкот И не поехать в Тбилиси на матч с одноклубниками Игорь так и сделал Москвичи сыграли без Численко в ничью И вскоре нападающему вручили ордер на однокомнатную квартиру В доме напротив гостиницы «Советская» В которой футболист прожил до конца своих дней Он никогда ничего не просил Вот квартира, в которой он окончил свои дни Ну это просто позор для общества «Динамо» Позор настоящий Но даже эта маленькая однушка не помогла Игорю и Ольге Построить свое семейное счастье Прожили они недолго Оба были слишком молодые, слишком темпераментные А разлуки для них оказались слишком длительными Разошлись они после того знаменитого скандала Когда Игорь неожиданно явился из поездки раньше срока А из окна их квартиры С третьего этажа выпрыгнул Сына знаменитого маршала Тимошенко Сломав обе ноги И вся Москва об этом судачила После чего он собрал ее вещи Сказал, Оля, поедем я тебя отвезу к маме Он сказал, ну ладно И он отвез ее к маме Это оказалось серьезным ударом для Численко В 1963 году главным тренером сборной СССР по футболу стал Константин Бесков Тренер не терпел малейшие нарушения режима А Игорь его частенько не соблюдал Если Якушин, понимая особенность Численко И дорожая его талантом Заставлял Игоря отрабатывать загулы на поле дополнительными тренировками Бесков же пытался его перевоспитывать Устраивая общие собрания с вынесением очередного выговора То, что понимал Якушин, то, что понимал Пономарев Что бесполезно перевоспитывать человека Бесков этого не понимал У него должны были все с троем ходить Бесков вообще Константин Иванович был человек своеобразный Человек самолюбивый И человек очень сложный Иногда переходящий Такой злой и злопамятный Бесков еще припомнит футболисту все его выходки А пока он все-таки делает ставку на знаменитую семерку Именно под этим номером играл Численко в «Динамо» За сборную Игорь выходил под разными номерами В 1963 году в первом матче с Италией Все думали, что на правом краю выйдет Численко А Бесков обманул Эдмондо Фабри, итальянского тренера Поставил на правой крае Митривели великолепного правого края А Численко поставил левым полусредним Численко приближается к штрафной площади Затем передача Кузаимова в штрафную площадку Удар вдоль ворот Ну, ну, удар, гол! Митривели сыграл прекрасно А Число вообще восхитил там всех Во-первых, он и гол забил И показал себя удивительно командным игроком Он затевал комбинации, участвовал во всем В распасовках Он все время был в игре Ему отдавали, он отдавал Он выходил, уходил назад Великолепно сыграл 1963 год вообще оказался одним из лучших в карьере футболиста Московская «Динамо» в десятый раз выиграла чемпионат страны В котором Численко провел 34 матча, забив 11 голов Но чем больше было побед Тем больше появлялось поводов для посиделок «Динамо» ходило обедать в ресторан советский Игоря там очень любили, уважали Как только заходили, всегда был обязательно стол И начинается гульба уже У Игоря там был открытый счет В каком плане открытый? Что он мог не платить Просто за него там официант записывали А потом расплачивался, когда деньги были У нас же не всегда деньги были Вот выигрываешь, там тебе платят 80 рублей за выигрыш Ну, на ресторан нормально, хватало Потому что бутылка водки-то стоила 2,87 Да такие деньги, тогда такие цены были Так что 80 рублей хватало на всю компанию В сезоне 1965 года Численко стал капитаном команды «Динамо» И если кто-то его и упрекал в индивидуализме и жадности до мяча То теперь Игорь проявился совсем по-другому Футболист щедро раздавал пасы Не бросался в атаку, а старался организовывать наступление Но если надо было, и сам хорошо держал и контролировал мяч Он в очередной раз стал бесспорным кандидатом в сборную СССР Для участия в чемпионате мира 1966 года Незадолго до соревнований на поле образовалась весьма эффективная связка Воронин-Численко Но она оказалась столь же эффективной и в свободное от тренировок время Так перед одним из внутренних матчей оба спортсмена не явились на тренировку Динамо с Численко и торпедовец Воронин решили слетать в Сочи Захотелось им искупаться в море И сорвались со сборов и вдвоем улетели Тренеры приходят, игроков нет В день матча прилетели знакомые стюардессы Уговорили, они с этими стюардессами улетели Все эти выходки сказывались на репутации спортсмена Закончилось его капитанство Численко вновь вернулся в свой правый фланг Откуда продолжал забивать голы соперникам Нельзя сказать, что его это сильно расстроило Для Игоря всегда на первом месте была сама игра и возможность забивать голы Спорт, конечно, сравнивать с работой нельзя С работой может специалист А в спорте все-таки надо иметь какую-то индивидуальность Какую-то способность, что ли, я не знаю Талант даже, если можно так сказать Сказать себе талант У вас был талант? Я считаю себя талантом Кто-то считает талантом Я любил просто работать в спорте Приближался чемпионат мира 66 в Англии Численко 27 Он на пике физической формы А в кулуарах намекают на скорое получение звания заслуженного мастера спорта Дело за малым Победа на чемпионате 12 июля Сборная СССР побеждает сборную КНДР со счетом 3-0 Но это была разминка Все понимали, главные матчи еще впереди Болельщики замерли в ожидании Многие матчи показывали параллельно по двум каналам Разные игры Мой отец взял второй телевизор на прокат И у нас стояли два телевизора Один с включенным звуком Там играла наша команда А потом какой-то другой интересный матч В других сборных показывали по другому каналу И телевизор стоял сверху И мы смотрели одновременно два матча 16 июля Сборная СССР выступает против сборной Италии Численко был, как говорится, в ударе Позже эту игру часто вспоминал итальянский защитник Джачинто Факетти Так и не сумевший раскусить маневров Численко Он буквально раздевал Факетти А это был на тот момент лучший защитник По крайней мере в Европе И он из него просто вил веревки Я помню, еще в пионерском лагере был Смотрел И он Опять Ну, ускорение Вправо, 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 вправо Он его замотал Тут вышел его наголу Он влево И опять это был фирменный удар Шлепок Пук Все, и мы выиграли 1-0 И вышли в полуфинал Этот его удар стал вторым Вошедшим в 120 великих голов Чемпионатов мира Сборная СССР победила одну из сильнейших команд мира Со счетом 1-0 Следом наши обыгрывают чилийцев А затем венгров со счетом 2-1 И выходят в полуфинал Впереди матч с немцами Перед полуфиналом Немцам пообещали большие деньги За победу И они вышли с такой мотивацией уже Быть или не быть И Шнеллингер хороший защитник вообще был И парень хороший в принципе Он стал просто уничтожать Чесленка Стал бить его по ногам Соперники, внимательно изучив Каждого советского игрока Разработали специфическую тактику игры Сначала они убрали С поля нашего полузащитника Йожефа Сабо Йожеф Сабо Это из киевского «Динамо» Полузащитник Его сломали немцы тоже Голеностоп у него полетел Он ушел на левый фланг И там встал Затем, зная взрывной характер Чесленка, стали провоцировать его Продуманными, но незаметными Для судьи ударами Провокаций очень много в футболе И это в какой-то мере часть игры И к этому надо относиться профессионально И не поддаваться провокациям Игорь не сдержался Погнался за обидчиком И был удален с поля В итоге сборная СССР Проиграла немцам со счетом 1-2 И не попала в финал Затем сборная СССР Тем же составом проиграла Португалии И по результатам соревнования Заняла четвертое место Получив бронзовую медаль Когда на это дело смотрели Так, а что вы сделали? Четвертое место заняли? Да подумаешь, какое дело Бронзовую медаль вам дали Ну и что? Мы приехали, нас никто не встречал В Москве даже Чиновники хотели лишить Численко этой награды Но старший тренер Николай Морозов И руководитель делегации Андрей Старостин Настояли, чтобы Игорь получил медаль Наравне со всеми У нас был такой Семен Якифорович Переверткин Был генерал-полковник КГБ И вот он пришел к нам в клуб мастеров Там на стадионе Динамо Вручать бронзовые медали Он не вручал, а бросал им Численко – пум Яшин – пум Кесарев – Крыжевский Вот так То есть Это такая ненависть была Что московская Динамо Выиграла только бронзовые медали А не золото Но футболиста все-таки наказали Не присвоив обещанного звания Заслуженный мастер спорта В поражении во всех грехах Обвинили Численко Он котировался в символическую сборную Чемпионата мира Его не включили после этого случая И заслуженного мастера спорта Ему не дали Хотя многим дали С тех пор прошло более полувека Но наша сборная больше ни разу Не достигала такого результата Сейчас футболиста с заслугами Как у Численко носили бы на руках А тогда началась настоящая Травля Игоря Кроме того, в 67-м году Главным тренером Динамо Стал Константин Бесков С которым у Численко были старые счеты При этом Игорь продолжал феерично играть Он помог Динамо выиграть Кубок страны И серебряные медали чемпионата А в сборной провел 13 матчей Забив 10 голов Среди игр был товарищеский матч Со сборной Англии Действующим чемпионом мира Перед матчем со сборной Англии В 67-м году Якушин хватился Нет Численко и Воронина Ну, он сразу все понял И сел там в холле гостиницы Без счета 12 Оба появляются Очень веселые Он к нему подходит Говорит, как же вы играть-то будете Ничего Пошли спать От снятия с игры Численко спасло то Что тренером сборной Вновь стал Михаил Якушин Который ценил талант Игоря И прощал ему некоторые слабости Понимая, что на поле футболист Обязательно искупит свою вину Но он, если не искупил свою вину То он блестяще сыграл И он в течение трех минут В конце первого тайма Забил два потрясающих мяча англичанам Тогда, по итогам референдума Журнала «Францфутбол» Численко вошел в десятку Сильнейших футболистов Европы Интересно, что французы В своей анкете Поставили Игоря на первое место Футболист продолжал давать Невероятные спортивные результаты Но что-то в нем изменилось Он немножко начал употреблять, конечно Вот его беда, что он не сдерживал себя Потому что все как-то его встречали О, Игорек, красавец, ты наш И вперед Это очень тяжело, понимаете Это действительно так Он стал чаще уходить в загулы Сутками пропадать неизвестно где И неизвестно с кем Все это, безусловно, сказывалось На его физической форме Что-то у него случилось с головой Да, он как-то стал Такой нервно-дерганный Наверное, что-то повлияло на него И он стал себе хуже на футбольном поле Ориентироваться он Я видел, что он уже плохо стал ориентироваться Даже по тренировкам видно было Что уже те нагрузки, которые предлагались Ему уже было тяжело переносить Такой как бы щадящий режим работы был у него Его Константин Иванович уже в конце перевел Хальбеком Игорь, будешь раздавать Мечи И вот он так потихоньку Потихоньку Туда немного вперед И возвращался назад Опять туда Делал передачи такие очень хорошие, умные Но уже двигался плохо Но главный удар Численко получил в 68-м Во время матча олимпийских сборных Чехословакии и СССР Я, кстати, видел этот матч Он как подкоженный Ему было тяжело Он хотел продолжать играть, но он не мог И он Его заменили Все И он долго не играл И в результате Он В состав уже не попадал Численко вспоминал Конечно, надо было матч перенести Происходило ведь все В разгар чехословацких событий В самом начале матча Хагара ударил меня сзади по ноге Перебив все связки Фактически в тот день На мне, как на футболисте Был поставлен крест Я же мог еще год-два поиграть Если у меня нет операции И не трагический матч В Чехословакии, в Братиславе Когда события Специально перенесли матч Из Праги в Братиславу В металлургический центр И в итоге там все равно Они схамили Сломали там меня И Анечкина И Круцелаву Просто судейство было После чего меня Оттуда возделили Мне колено 56 раз пункцию делал Потом снова у меня Начало играть Думаю, побыстрее Войти в строй И с этим я испортил все В конце концов-концов У меня в итоге Впоследствии Началось Варикозное расширение вен Многие получали травмы Сходили Не очень обращали внимание Это сейчас носится Там с игроками Которые там Чуть-чуть царапины получили Их посылает Он направляет в Германию Там в Швейцарию Лечиться А раньше Да лечись как хочешь Наплевать на тебя и забыть Восстанавливаешься приходи Не восстанавливаешься Ну что ж Закончим На премиальные Еще за английскую бронзу Численко купил ГАЗ-21 С оленем на капоте В 68-м На этой Волге Он нетрезвый Врезался в милицейский патруль На мотоцикле с коляской Все уцелели Но милиционер готов был Пойти на примирение Только при улучшении Его жилищных условий Лех Евдокимович Дерюгин Председатель МГС Динамо Футболистам сказал Ребят Бесков был тренер Бесков сразу Зарубить Численко Не нужен Никаких он мер не принял Дерюгин сказал Ребят Если вы Попросите Бориса Тихоновича Шумилина Замминистра МВД Который ходит на все наши матчи И заходит в раздевалку То можно что-то сделать И они все собрались После игры Он зашел Они говорят Борис Тихонович Вот так и так Но он там темно был Он не видел И они его попросили В общем Дело замяли Тогда же всплыла история С пятью баллоневыми плащами Которые Численко привез Из-за границы И по своему паспорту Сдал в комиссионку Его директор этого Магазина подбил Говорит Давай мне всю партию Они быстро разойдутся Никто Ничего не замечет А к нему тут же Ревизия нагрянула И накрыли И ту же комсомольская правда Фильетон Численко такой Секой А он уже после удара Хагара был Уже как бы списывался В тираж Так бы может быть Его и сразу бы отмазали А тут В общем Растянули историю И закрыли ему выезд За границу После этой истории Как спекулянту Плаща Хотя тогда Дефицит привозили Все кто мог Выехать за рубеж И спортсмены И артисты И дипломаты И инженеры Везли все Что мало весило Дешево стоило И имело спрос У советского покупателя Тогда были модны Браслеты такие Против давления что ли Они стоили Один доллар Там А здесь Что-то Восемьдесят рублей Вот Покупали Сто штук Сто штук Браслетов этих Вот уже Сколько Восемь тысяч Это уже машина Они В общем-то Легкие Но для Бескова История с плащами Стала поводом Окончательно Убрать Численка Из команды Он вспомнил Футболисту И нарушение Спортивного режима И любовь К спиртному И его разные Высказывания Например Вот мы Обыгрываем Итальянцев Французов Бельгийцев Потом общаюсь С ними Начинаю сравнивать Как мы живем Как они У каждого из них По несколько особняков Даже одного Такого у меня Никогда не будет Они каждый год Меняют такие авто На каждой из которых Мне за всю жизнь Не накопить А если и найду Денег все равно Не позволят А чем мы можем Перед ними похвастать Только тем Что перепить их В 1969 году Футболиста Отчислили Из Динамо Не дав даже Дотянуть До военной пенсии Ему оставалось Там что-то В общем Сколько-то месяцев Одиннадцать месяцев И он получал За выслугу Тогда воинскую пенсию А его уволили Заканчивал Я говорю Плохо очень Потому что Нагонения начались Динамо Иди на все четыре стороны Что хочешь То и делай Свой последний матч В московском Динамо Численко провел В 71-м Это была прощальная игра Льва Яшина Который и настоял На приглашении Игоря Динамо принимала В Лужниках Сборную мира Численко вышел В основе Но уже на 20-й минуте Бесков заменил его На славу Митривели 20 минут дали По-моему было Звездный такой состав Конечно Еще бы народу Было не в проворот Так закатилась Звезда Игоря Численко После этого прощального матча Спортсмен привел К себе домой Выступающего За сборную мира Знаменитого защитника Факетти Это у тебя комната Для тайных свиданий Недоумевал итальянец Нет Я здесь живу Футболист-миллионер Которого на футбольном поле Численко обыгрывал Неоднократно Подумал Что русский форвард Шутит Но Игорю было Уже не до шуток Рядом Особенно Не нашлось Людей Кто Помог бы На мой взгляд И руководителю И должны Были более внимательны Быть Он ранимый человек Был Но ему все время Хотелось Продолжать Играть в футбол Потому что Он от этого Удовольствие получал На пике славы Численко приглашали Многие клубы Европы Он был одним из лучших Нападающих на континенте В том числе Его хотел купить Интер Когда там был тренером Еще Элинио Эрера Он звезда был В тот период На мой взгляд Он Мог играть Практически В любой европейской Команде Но тогда Они уезжали Оставался дома Простой народ Очень любил Потому что Он сам был Всегда Автографы Давал Бесконечное количество Раз И Уважал Своих болельщиков Все голы Которые Игорь Забивал Своим коронным ударом Когда мяч летит Как пуля Со смещенным центром Тяжести Он посвящал Болельщикам Ведь единственное место Где спортсмен был Смел Силен И уверен В себе Футбольное поле В обычной жизни Численко оказался Беспомощным И неприспособленным Он не выдержал Ни бремя славы Ему не нужна была Эта слава Игоря А просто Вот он Сломался Вот сломался И все Вот он Морально Не выдержал Вот этой тяжести Он пытался Стать детским тренером Но не получилось Но чтобы учить Других Нужен определенный характер А Численко Слишком любил Играть сам Конечно Его надо было Привлечь сразу Тренерская деятельность Она тоже Дисциплинирует И так далее Подает Примеры И все А он так Не захотел Нет Я не хочу Никакого тренера Ничего Я сам по себе И все Затем уехал Поднимать Местный футбольный Клуб Динамо В качестве Играющего тренера В Целиноград Сейчас это Нурсултан Столица Казахстана А тогда Это был Небольшой городок В котором Кроме тренировок С местными Футболистами Некуда было Пойти И нечем Заняться И если раньше Численко уходил Именно в загул Куражился То сейчас Он действительно Запил Он сам признался В Москве Я пил А в Целинограде Получал Большие деньги Одевать их Было некуда И идти Некуда было И я запил Через год Численко вернулся В Москву В свою скромную Однушку И остался Один на один Со своей Былой славой Которая Теперь оказалась Никому не нужна Сначала Очень было тяжело Переходный период От спорта Опять Так сказать К производственной работе Что-то Поначалу Очень переживал Переживал Во-первых У меня даже От нагрузок Потому что Нагрузки сразу Слетели У меня несколько раз Шла кровь из носа Несколько раз Тампонировали нос Лежал в больнице Несколько раз Просто никак Не совместивая Нагрузка Старалась как-то И в хоккей Играть за мужские команды И за клубные Но все равно не то Игорю повезло Он встретил Татьяну Которая поняла И приняла его Со всеми травмами И проблемами И если бы не она Жизнь Численко Закончилась бы Гораздо раньше Татьяна Как раз Вот последняя Она очень хорошая Была женщина Она за ним Очень ухаживала Беспокоилась о нем Все время Все время С ним С ним С ним Ну Настоящая подруга Вообще была Кстати Она ему продлила жизнь Очень жесткая Она требовательная Она его здорово Очень помогала ему Поддержала Вот эти последние годы Она очень здорово За ним ухажила Они познакомились В 1976 году В любимом Численко ресторане Гостиница Советская Она пришла туда С подругой Мы были в компании Какой-то Ну и все там По именам Приблизительно Возраст у всех Был такой Одинаковый А его Игорь Леонидович Думаю Че такое Игорь Леонидович Я говорю Кто ты такой-то Почему тебя называют По имени отчеству Уважают И он говорит Я футболист Численко Я говорю Кто ты Маленький Щупленький Хиленький Ручонки Ноги правда У него были Такие Мышцы сплошные Чтобы доказать Татьяне Что он действительно Тот самый Численко Пригласил ее Заглянуть к нему домой Благо недалеко И он повел Меня к себе домой Идем Говорит Я тебе все покажу Ну и здесь Было конечно По-другому Здесь Вымпелы Висели Разные Кубки Стояли Фотографии Из пиле Со многими Известными Футболистами Иностранными Они начали Встречаться Татьяна все время Старалась Вытащить Игоря На прогулку Вместо очередных Посиделок В ресторане Затем Она переехала К нему И ругались Я уезжала На троллейбусе А он на такси Приедет вперед Меня Потом на него Обижаться Ты что на него Обижаться Он такой Неприспособленный Понимаешь Однажды Численко Встретил Своего очередного Поклонника И тот Предложил ему Работу Озеленителя Игорь сначала Воспринял Эту идею В штыки Но Татьяна Его уговорила Ведь ему Обещали Особые условия Он встретил На улице Там одного Знакомого И он предложил Что ты Говорит А я ему Уже пенсию Сделала 120 рублей Что ты За 120 Жить-то На что будешь Давай иди К нам В зеленение Копать умеешь Лопату держать умеешь В руках Все получится Потом Говорит Мы тебе Не дадим Такую тяжелую работу Мы сами будем делать А ты будешь Нам рассказывать Что-нибудь Пять лет Бывшая звезда Футбола Занимался Облагораживанием Московских улиц Численко Снова Стал появляться В ресторане Гостиницы Советская Но теперь Уже вместе С Татьяной Там за ними Всегда было Зарезервировано Их любимое Место Вот Балкончик Вот этот Второй На втором Даже Мест нет Полный зал Там очередь И нас пустили Официанты Стол на себе Вот так несут Ставят На свободном месте И мы сидим В Алдии В 1982 году Численко Пригласил к себе Работать еще один Его поклонник Директор Асфальтобетонного Завода На тех же Особых условиях Только зарплата Была выше Игорь согласился Встретил парня Переходил Говорит В асфальтобетон Ты ни к асфальту Ни к чему Не будешь Уметь дело Гайки будешь Крутить И все Ну его В общем-то Генеральный директор Конечно Взял Оформил Ну ребята Трудная работа Они тяжелую Они за него делали Он делал то Что он мог В 1988 году Руководители Клуба ветеранов Владимир Долбоносов И Владимир Пельгуй Стали организовывать Поездки Ветеранской сборной СССР По стране И даже за рубеж Заявки поступали С обязательным требованием Присылайте Стрельцова И Численко Тогда Игорь Бросил завод И вернулся В свою любимую Стихию футбола Игорь когда выезжал То его очень тепло Везде встречали И принимали Там каждый Пытался к ним Что тоже он Друг Численко Что он тоже Где-то близок к нему Рядом с ним Постоять Рядом подержаться То есть Это действительно Был авторитет Вообще Для всей страны Но поиграть ему Удалось недолго В канун нового 1990 года Численко Сразил инсульт Его частично Парализовало И нарушилась работа Речевого аппарата Игорь не разговаривал Почти три месяца Хрипел Не говорил совсем Вот И я ему Вручил Я помню Конверт вручил Я как раз Здесь работал В Совинтерспорте Мы ему помогли Материально Супруге Сказал Что Купите на эти деньги Все-таки Вот Лекарства Численко Стал инвалидом Первой группы Теперь они с Татьяной Жили на его пенсию Денег не хватало Но Игорь ни на что не жаловался И ни у кого Ничего не просил Я доволен Во всяком случае Своей работой А И судьбой? И судьбой доволен Немногие спортсмены Имеют Виталий Виталий А в феврале 91-го Численко Вдруг присвоили Долгожданное звание Заслуженного Мастера спорта Я подошел Туда Низ На два На два Ряда Он один сидит Один Ну хоть кто-то с ним Нет один На весь стадион Объявили Звание заслуженного Мастера спорта Присвоено Игорь Леонидович Численко Я на него посмотрел Ему заплакал Я это запомнил На всю жизнь Такой Невысокого роста Такой Уже немножко сморщиной Такой Такой Некосистый Такой Один В декабре того же года Он с ветеранской сборной СССР Поехал в Англию И попал на Уэмбли Все, что Численко Смог после инсульта Это выйти И постоять на поле Очевидцы утверждают Он плакал Игорь часто приходил На стадион Динамо Но старался держаться подаль Чтобы никто В этом немощном старике Не узнал бывшую звезду Советского футбола За год до его смерти В начале 90-х И на резервном стадионе Динамо В углу, на трибуне Далеко от всего происходящего Сидит человек В длинном сером плаще Я сразу на себя отметил Что этот плач был Наверное, очень модным Когда-то давно Я присмотрелся Увидел, что это Игорь Численко И я постеснялся И не захотел И по-дурацки постеснялся За него Что может быть Ему это будет неприятно Когда он в таком виде Короче, я не подошел А это был шанс Поговорить с моим Любимым футболистом В 1993-м Ограбили его маленькую однушку И унесли все награды Вора поймали Медали вернули Кроме одной Той самой, бронзовой За четвертое место На чемпионате мира в Англии Те спортсмены Которые в то время Отстаивали честь И славу нашего Отечественного спорта Они, как правило Уходили в тираж Это все заканчивалось Так сказать Достаточно грустно Еще через год Игоря Численко не стало 22 сентября 1994 года Он скончался В Боткинской больнице От хронической Почечной недостаточности Теперь его имя Начертано на могиле На Ваганьковском кладбище На памятной доске На доме, где он жил По соседству тянется улица Названные в честь футболиста А на небосклоне Сияет звезда Имени Игоря Численко Среди 11 таких же Как он Супергигантов футбола Вместе они составляют Созвездие, напоминающее Букву Д Логотип знаменитого Футбольного клуба Динамо Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова